Здравствуйте, друзья! Чем ближе конец империи, тем глубже пропагандисты засовывают свой язык в задницу своего императора. Международного преступника, которого разыскивает Гаага, пропагандист назвал спасителем мира. Отчаянно сражались, почти безнадежно. И в какой-то момент Господь Бог смилствуется над нами. Теперь, Владимир Владимирович, на Вас стоит не менее сложное значение. Не только победить, но и спасти мир, который катится и который валит от мировой войны. Так хочется получить третью квартиру в Евросоюзе. Так хочется получить третью квартиру. Только зачем тебе третья квартира в Евросоюзе, Караганов? Первые же две уже арестованы. Мобилизации, говорит, Путин не будет. И посмотрел в пол. Поэтому в данной обстановке, когда у нас добровольные люди приходят, отправляются на фронт Родину защищать. О мобилизации никакой речи нет. Да, конечно, не будет никакой мобилизации. Следующими же дети Сечина, Миллера и Тимченко пойдут воевать. Правильно? Кто же еще? Губернатор Санкт-Петербурга говорит талибам спасибо за то, что приехали. Спасибо, что хоть вы приехали. А то бы вообще не приехал никто. В Москве отправили на тот свет стукача, который писал доносы в прокуратуру на известных людей, которые отказались поддержать войну в Украине. Теперь пишет доносы сам Мумберий, глава Распотребнадзора. Назвала жалкую пародию на Макдональдс флагманом здорового питания. На самом деле большой проект совместный по изменению политики в вкусные точки. Но мне кажется, что мы сейчас с вами переживаем очень важный момент. Момент рождения нового флагмана здорового питания. Плесень в бургерах помогает с кариесом бороться. А зажаренные мухи в картошке фри являются богатым источником митера. Минераловые витаминов и точка. Женя освободителя. Установили уличную колонку для набора воды. Накололи дрова и даже пообещали сделать дорогу. Николай на СВО почти два года. Но у них была проблема с водоснабжением. Алина обратилась к главе Воскогорского района за помощью. Нам приехали, переложили воду. Сами они закупили трубы, сами закупили весь материал. Они полностью все проложили, все подключили, все сделали. Помогли Алине и с дровами. Их привозили несколько раз по первому требованию. По первому требованию дрова привезли. Дрова, я сказала, мне привезли быстро. Быстро, я сказала, дрова привезли. Мы будущая элита России. Вот, сейчас я уже буду обращаться с новой просьбой, так как у нас все, дорога осела после того, как воду положили, чтобы нам как-то помогли восстановить тут асфальт какой-то, что-то нарастить, потому что ездить, конечно, по весне невозможно. Местная Алина Кабаева. На минималках. Воронеж. Элита паркуется на ковре. Правильно говорят. Путин вытащил страну из 90-х. В 90-е ВАЗ-2110 прямо на земле оставили. На ковер у людей денег не было. Топкинский хлебокомбинат. Ельцина злые 90-е пережил, а встающего с колен Путина не смог. Заводы убиты. Дороги разбиты. И только у власти карманы набиты. Криминальный авторитет Гриша Московский. Про больное общество. В котором люди за бабки готовы ехать на войну. Терят руки и ноги. Людей довели до такого состояния, что человеку ничего не остается делать, как взять, подписать контракт и идти туда, куда не должен идти порядочный человек, потому что это не ваши. Это не ваши ребята. Они зарабатывают миллионы, миллиарды, триллиарды. А вы, что вы с жизнью расстаетесь. Посмотрите, в каком состоянии российские женщины радуются, если их житель, муж, там, не знаю, кто, номер где-то, да, они радуются этим, что ей дадут деньги, и она будет жить шикарно, прибиваючи, с деньгами. Посмотрите, пенсионеры в каком состоянии. Пенсионер, выйдя на пенсию, не может себе позволить ничего. Пенсионер один, все никак не выйдет на пенсию. Из-за этого другие пенсионеры, выйдя на пенсию, ничего себе позволить не могут. Вот, оккупантам в Херсонской области передали фанту с отравой. Ну вот, мы вскрыли чисто таблитос, просто. Вон, видали, что творится. Ей повезло нам просто, она не растворилась до конца. И мы пили, мы выпили половину бутылки. Фанта закрыта, короче. Полностью вот фанта открыта была. Вот, видите, такая фанта. И просто на дне все белое. Она тоже вон вся в этой хуйке. А вы тоже думали, что вас цветами будут встречать, да? Жителям села, в котором закрылось почтовое отделение, просто бросили почту и письма под ноги. Не доставляет, а выбрасывает корреспонденцию Почта России жителям Верхней Вери. Это крупное село в Иксунском районе. Теперь почту, квитанции, письма и все остальное жителям приводят и просто бросают на крыльце закрытого почтового отделения. А люди во всем этом роются. Приучают письма получать на коленях. Все квитанции положили на крыльцо и уехали. Поскольку жителей много, и каждый, как говорится, искал свою квитанцию. Все там перерыто было, и найти свою квитанцию, это стоило больших трудов. У меня в детстве у соседа поросята были. Так он точно так же. Утром выходил на крыльцо и еду бросал им из ведра вот так вот под ноги. Примерно такое же отношение. Это, конечно, безобразие, это не дело. Почта не работает уже несколько месяцев. Ни в коем случае такого не может быть, чтобы с населением более тысячи в селе, в деревне не было почты. Правильно говоришь, бабушка. Путин скоро это исправит. Не будет у вас в селе населения более тысячи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова